Вот уже около двух лет перевозчики, работающие в городе Тейково, живут в постоянном страхе. Началось все в 2010 году, когда городские маршруты монополизировал один единственный предприниматель. Тогда перевозчики, оставшиеся не у дел, все же нашли выход. Прошли перерегистрацию, получили в Комитете по транспорту Ивановской области разрешение на работу. Более того, маршруток стало даже больше. Ну, а это, соответственно, не понравилось, так скажем, основному перевозчику и к тому, и к главе администрации. Далее последовала череда поджогов машин индивидуальных предпринимателей. Три случая в 2011 году, один в 2012. Перевозчикам угрожали, заставляя по-хорошему уйти с маршрута. Приезжали к нам, но это было не в мой адрес сказано, было сказано в другой адрес. Но были, приезжали ребята на крутых машинах, выходили, угрожали всячески. Даже дважды они приезжали на одну установку, приезжали еще на другую установку. А затем начались странные ДТП с участием автомобилей индивидуальных предпринимателей и одного и того же мусоровоза. В 2012 году было три аварии в течение четырех месяцев. То есть нас били все время только задом, поэтому мы предполагаем, что это было предумышленное. И били те машины, которые осуществляли непосредственно перевозку пассажиров в багажа. Впервые Сергей повстречался с мусоровозом перед Новым годом. Его машина тогда сильно пострадала. Но так как это единственный источник средств к существованию, он отремонтировал ее и снова вышел на работу. Спустя три месяца ситуация повторилась. Улица Неделина, конечная маршрута. Место безлюдное и уединенное. Лишний глаз не должно было быть. Но невольным свидетелем автоподставы стал вот этот видеорегистратор. На этих кадрах видно, как мусоровоз, даже не пытаясь затормозить, всей силой бьет маршрутку в пассажирскую дверь. Самую уязвимую и самую дорогостоящую часть машины. Я все говорю, что хорошо, в машине не было никого из людей. А иначе были бы жертвы. Водитель, как пояснил, извините, меня занесло. Я говорю, я не знаю, по регистратору этого не видно. Странных совпадений в этой истории немало. Хотя бы то, что мусоровоз, которого так тянет к маршруткам, принадлежит предприятию того самого перевозчика, единолично работавшего в городе. Но на все эти странности тейковские блюстители закона будто бы закрывают глаза. Дело вот уже несколько месяцев не движется с мертвой точки. Работать практически невозможно. Постоянно бегать по страховым компаниям, судиться с ними, пытаясь добиться нормальных выплат и ремонтировать машину. Мы хотим спокойной работы, потому что наша власть, наша здесь в городе власть, она нас не защищает. Ни прокуратура, ни полиция, хотя они обязаны это делать. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Тейково.